МОЛНИЯ Запрещенные развлечения. Почему в Одесском церкви выступают животные, занесенные в Красную книгу? Обстрелы на Донбассе не утихают. Сегодня боевики уже 16 раз нарушали перемирие. Дважды били с тяжелых орудий в районе поселка Гнутово. Не прекращаются провокации в Красногоровке, Марьинке и Вавдеевке. Оттуда репортаж нашего военкора Ирины Баглай. С утра на Даддейской промзоне уже слышны выстрелы. Собираемся до кучи, отсюда бежим. На километре рядом ни одного зернового поля. Видимо, поэтому и хлебное перемирие для российских наемников не указ, предполагают военные. Вокруг лишь изрубленные осколками миндеревья, обугленные столбы и свежие следы от минометного обстрела. Бароночка от 82-й. Вон приходит, шифер пробитый, вон баронка здесь зашел. Мина зашла. Последнюю неделю боевики наращивают и огонь, и калибр. Листово не всего. В полной тишине. Бабах. Доброе утро. Утро началось. Мины были 82-й или самоделка какая-то. Прилетело немного. Так, если боишь, посчитаешь, у нас с их сторон. Когда идешь, то не определишь. А прилетело со стороны боевиков за полчаса 20 мин. Огонь вели с мобильных огневых точек, говорят пехотинцы. Отстрелялись и сбежали на машинах, чтобы их не смогли засечь. Они подвезли, потому что слышно было шум в автомобиле после обстрела. Рядом со сколками мин и мелкие, острые как лезвие. Это уже от гранат ВОГов. Ими боевики пытаются нанести вред нашим пехотинцам из автоматических гранатометов. При попадании человек получает множественные ранения и может истечь кровью. Поэтому наши бойцы стараются засечь выстрел. Но в последний раз слышали сразу разрывы. Либо они придумали глушитель на АГС, либо где-то стреляли на максимальной дальности. То есть, что их просто вообще не слышали. Противнику, видимо, хорошо пополнили запас боеприпасов, предполагает командир. Поменялись манера и тактика. Где-то что-то ротировалось. Ну и, видать, им дали новые образцы вооружения. Огонь из миномётов боевики нагло корректируют с неба. Бойцы избились со счёта. Сколько беспилотников пролетает над их головами. ДРГ так не лезет, ничего. А беспилотники летают. И днём, и ночью. Ну, ночью беспилотников больше, чем зоздачек на них. Летают и в наглую. Над позициями, возле позиции. Один из них фиксирует и нашу группу. Квадрик идёт. О, завис. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Руслан Ревюк. Из Донецкой области. Подробности. Телеканал Интер. Почти 60% переселенцев всё время на оккупированных территориях безработные. Это данные Международной организации по миграции. Из-за военного конфликта в Украине только официально более полутора миллиона переселенцев. Последний соцзапрос среди них показал, что ситуация с трудоустройством лишь ухудшилась. Средний уровень дохода у лиц, которые покинули зону конфликта, упал до 2100 гривен. Это меньше, чем прожуточный минимум, поэтому 19% переселенцев вернулись обратно. Эти люди из-за нехватки средств и отсутствия собственного жилья предпочли вернуться. Они не смогли интегрироваться в местные общины. Ещё 35% считают, что интегрировались частично. Проблемы вынужденных переселенцев не решаются уже более четырёх лет. Власть фактически закрывает глаза на нужды этих людей, отмечают в оппозиционном блоке. Денежная помощь от государства составляет меньше тысячи гривен в месяц. Более того, переселенцы до сих пор не имеют права голоса на выборах. У нас есть законы, которые направлены на поддержку переселенцев. Это категория, которая после начала конфликта наиболее пострадала. Их полтора миллиона в стране. Кроме 800 гривен социальной помощи они ничего не получают. Они даже голосовать не могут. Вот один из законов, 44-71, это закон, который даёт им право голосовать по месту, где они сейчас живут. 4 миллиарда евро ежегодно недополучают бюджет Украины из-за коррупции в фискальной службе. Об этом заявляют активисты проекта СтопКоррупции. Они рассказали о схемах сотрудников ГФС при добыче полезных ископаемых и незаконном экспорте за рубеж лесокругляка. Также о махинациях на пониженном налогообложении и возврате НДС. И о торговле с временно оккупированными территориями. По поводу последнего. Активисты сейчас говорят, готовят отдельное расследование, хотят выяснить, почему пункты пропуска в Россиевка, Изварина и Должанский до сих пор считаются действующими. Они до сих пор официально не закрыты. Спрашивается, почему случайно в кавычках так произошло. А потому что те товары, которые из Украины через Белоруссию попадают и Россию транзитом попадают на неподконтрольную территорию, это не является контрабандой. Это было сделано именно с этой целью, умышленно. Для того, чтобы туда по такой вот серой схеме завезли товары. Ускладывается, возможно, сетка, створение фирм или прокладок, а также ускладывается система выведения. Но на самом деле ситуация с приводу посетения коштей у чиновников в кишенях, она же никуда не делась. Потому что чиновники не перестали ездить на дорогих авто, они не перестали ходить до дорогих ресторанов, они не перестали купить себе нерухомость. Британские полицейские ищут возможных сообщников, террориста, сбившего вчера на машине людей в центре столицы. Правоохранители уже опубликовали его фото и данные. Все подробности узнаем от Алексея Пшумынского. Он в Лондоне. Водителя, который вчера протаранил людей у здания британского парламента, зовут Салих Хатер. Вот его фото. 29 лет гражданин Великобритании эмигрировал из Судана. Последнее время жил в Бирмингеме. Там в университете изучал бухгалтерское дело. Мотивы его поступка до сих пор остаются неизвестны. Тем временем правоохранители пытаются выяснить, были ли у Хатера сообщники. Сейчас главная задача полиции установить, действовал ли он как одиночка или произошедшее планировалось или задумывалось как часть более масштабной атаки. Пока что у нас нет таких доказательств. Мы расцениваем это как теракт, однако и эта версия еще окончательно не подтверждена. Ночью полицейские уже провели несколько рейдов в Бирмингеме и Нотингеме. Вероятно, в квартире подозреваемого и его друзей. Однако задержанных пока что неизвестно. Они ворвались около трех утра, выломали двери и кричали «Полиция!» Было много агентов в штатском. Правоохранители шныряли здесь повсюду часа три-четыре. Напомню, в результате нападения Салиха Хатера пострадали три человека. Одна женщина с серьезными травмами до сих пор находится в больнице. Тем временем Лондон постепенно возвращается к обычной жизни. Машину, которой управлял нападающий, еще ночью эвакуировали с места инцидента. А у здания британского парламента уже возобновили дорожные движения. Думаю, жители Лондона научились по-особенному относиться к таким вещам. Жизнь продолжается. Здесь живет множество людей, у которых много дел. И мы будем продолжать заниматься ими. Просто жить дальше. Был ли это теракт или нет? И что побудило Хатера на подобный поступок? Ответы на эти вопросы уже вскоре обещают дать правоохранители. Тем временем британские политики заговорили о необходимости сделать улицы возле здания парламента пешеходными, чтобы защитить людей от возможных подобных инцидентов в будущем. Из Лондона Алексей Пшемыски, Сергей Дубинин. Подробности телеканал Интер. Масштабный теракт в Кабуле. Погибли 48 человек. Террорист-смертник подорвал себя перед образовательным центром в Шуицком районе города. Ученики как раз готовились к поступлению в университет. 67 из них ранены. Средний возраст жертв около 18 лет. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за теракт. Двое украинцев пострадали в результате вчерашнего обвала моста в Генуе. Сейчас они в больнице. Их жизням ничего не угрожает. Сообщили в генконсульстве Украины в Милане. Количество погибших в общей сложности выросло уже до 38. Спасательные работы продолжаются. А итальянская прокуратура заявила, причиной трагедии была не молния и не несчастный случай. Елена Абрамович продолжит. Спасатели работали всю ночь. Обследовали верхний уровень завалов, затем передвигали их, чтобы добраться глубже. Другие секции моста тоже могут рухнуть, что затрудняет работу. Несколько человек до сих пор считаются пропавшими без вести. А те, кто выжили, не могут поверить в случившееся. Я падал вместе с мостом вниз. Мне повезло приземлиться, даже не знаю, как. Вы видели мою машину? Я не отключился, оставался в сознании. Позвонил спасателям, чтобы они меня вытащили. Я не мог поверить своим глазам. Все было как в кино. Итальянская прокуратура уже заявила, причиной катастрофы стала человеческая халатность. Кто именно виноват, выясняет следствие. Как Италия, которая еще с римских времен считалась стороной мостостроения, могла попасть в такую ситуацию? Первый вопрос на страницах европейских газет. Итальянский вице-премьер во всем обвиняет политику экономии Евросоюза. Многие школы, больницы, дороги, реки, автострады требуют технического обслуживания. Но часто нам говорят, что мы не можем тратить деньги из-за европейских ограничений, лимитов, бюджетного дефицита, ВВП, долгов. Интересно, что еще несколько месяцев назад партия того же Сальвини называла сказкой разговоры о возможном падении моста и отрицала необходимость строительства нового. С другой стороны, Италия действительно значительно урезала расходы на инфраструктуру. Если в 2007 году это было 14 миллиардов евро, то в 2009 уже всего 4. Но виноват ли Брюссель? В ЕС существует программа поддержки инфраструктуры для стран-членов в размере 315 миллиардов евро. И в своих последних рекомендациях Италии ЕС советовал обратить внимание на объекты инфраструктуры. Итальянские мостостроители последнее время приобрели другую репутацию воров бетона. За последние 15 лет в стране рухнуло 12 мостов и автомагистралей. Среди них и совсем новые. Елена Абрамовичева, Нермаков, подробности Европейское бюро телеканала Интер. Найти решение все же провести в октябре выборы территориальных громад призвал сегодня Центр-разбирком премьер Владимир Гройсман. Отсутствие выборов может затормозить децентрализацию, написал он на своей странице в Фейсбуке, а реформа считает премьер крайне необходимо. Он отметил, что уже более 6 миллионов украинцев стали жителями ОТГ, а последние, в свою очередь, получили больше денег на развитие. На днях, напомню, ЦИК отказался назначать выборы в громадах. Комиссия, как оказалось, не знает всех деталей и просит разъяснений у парламента. В ожидании шоу до старта политического сезона в Украине осталось менее трех недель. Украинцев ожидает масштабная предвыборная кампания с целым созвездием одиозных персонажей. Чего ждать от президентской гонки? Подробнее в материале. Всего несколько недель осталось до старта самой неоднозначной предвыборной кампании в Украине. Впервые в президентской гонке будет участвовать большое количество медийных личностей и шоуменов. Кроме уже известных избирателям Владимира Зеленского и Святослава Вакарчука, многие так называемые кандидаты с президентскими амбициями имеют неоднозначную репутацию. Сегодня стало известно, что бывший консул Украины в Гамбурге Василий Марушинец, который был уволен за антисемитские высказывания, собрался в президенты. К тому же о своих амбициях заявил и певец Павел Зебров. Хотя в действительности у них нет шансов прорваться в топ украинской политики. Не отстает в попытках усесться в президентское кресло и главный популист в парламенте Вадим Рабинович, обладатель двух паспортов и нескольких судимостей. Но теперь у него появилась достойная компания для дебатов на собственных телеканалах в лице Зеброва. В этой компании не хватает только Верки Сердючки. Правда, у них есть одна проблема на всех. Украинцы уже устали от бесконечной клоунады в эфирах и под куполом Рады. Пример этого рейтинг главы партии за життя Рабиновича, который согласно последним опросам упал сразу на пять пунктов и превратил скандального нардепа в маргинала и отсайдера предвыборной кампании. Константин Редин, подробности, телеканал Интер. В Украине пик квартирных краж с началом сезона отпусков только в столице уже более 300 случаев незаконного проникновения в квартиры. Сегодня, к примеру, воры обчистили квартиру сотрудницы МВД, спили в оконные решетки. Как уберечься от краж, выяснял Данил Снисар. Квартиру Екатерины обчистили в один из пятничных вечеров. За день до свадьбы девушка как раз была на работе. Грабители утащили все драгоценности, украли сейф с деньгами. Вступников было двое и двери в подъезд они открывали ключами. Они знали четко на какой этаж подниматься. Видео в холле показало, что они четко нажали нужную им кнопку. То есть создается такое впечатление, что слежка велась какое-то время, либо ребята действовали по наводке. Несмотря на видео с камер наблюдения, где отчетливо были видны лица преступников, полиция так никого и не нашла. Большинство квартирных краж они раскрываются по горячим следам. То есть чем меньше времени прошло от момента кражи до момента обращения в полицию и реакции полиции, тем больше вероятность, что кража будет раскрыта. Под прицелом грабителей и малоимущие пенсионеры, и банкиры украсть могут все, что угодно. Позавчера, например, в одной из столичных квартир стащили велосипед, пылесос и стремянку. А вот из квартиры работника НБУ несколько дней назад вынесли коллекцию монет на 28 тысяч гривен. В большинстве случаев преступники заходят в жилище через двери. Решетки на окнах не гарантия надежности. Воры могут попросту их спилить. Любую квартирную дверь, даже бронированную, можно открыть с помощью отмычек. А возможно, у преступников уже есть дубликат ваших ключей, взятый в месте продажи такой двери. Консьерж с юридической точки зрения владельцам тоже ничем не обязан. Всегда кража не была приоритетным преступлением по расследованию. Потому что есть разбой, есть грабежи, есть убийства и тому подобное. Поэтому кража она не в приоритете. Вызывает вопрос, почему в Украине до сих пор нелегализована детективная деятельность. Поскольку, в принципе, большое количество людей готовы были бы обращаться к специалистам для того, чтобы они расследовали кражу. Наиболее действенный способ обезопасить свое жилище, говорят специалисты, это установка сигнализации и камер видеонаблюдения. В случае несанкционированного проникновения оперативная группа охраны прибудет на место в течение трех-пяти минут. И, возможно, в этом случае найти воров удастся по горячим следам. Данил Сниссор, Дмитрий Курченко, подробности, телеканал Интер. Не только воруют, но еще и стреляют. Сегодня утром полили недалеко от столичного рынка на Троещине. По словам очевидцев, началось все с драки, но в итоге двое мужчин в больнице с огнестрельными ранениями. На месте задержали троих, хотя сами они свою причастность отрицают. Нападавшие скрылись на трех автомобилях, два из которых с литовской регистрацией. Одну из машин нашли и задержали двух вероятных участников перестрелки. Позже обнаружили еще одну машину, она числилась в угоне. Полиция открыла производство по статье хулиганства. Профсоюзы против правительства в окружном админсуде столицы сегодня слушали дело о захвате имущества профсоюзов в Полтаве. Перед процессом у здания суда собрался митинг. Люди требовали от служителей Фемиды вернуть админздание, базу отдыха и учебное заведение. Впрочем, рассмотрение дела в который раз перенесли, по словам Нардепа Сергея Каплина, государству невыгодно самостоятельно и независящее от власти профорганизации. Поэтому система решила их попросту разграбить. У нас у профспілок отбрали уже 70 объектов профспілок Украины. Санаторий, детские здоровья, спортивные школы, туристические комплексы. Сейчас уже до административных корпусов, до наших домашних, там, где наши рабочие места. Влада сегодня пытается приватизировать Федерацию профспілок Украины. пытается забрать помещение, пытается скасовать реестрацию, пытается створить подсобные ляльковые профспілки, чтобы впливать на общественную думку, как это сегодня делает Державный комитет вопросов статистики, рассказывая людям о развитии, о хорошем жизни. Сегодня в суде задается вопрос скасования решения Кабинета Министров Украины о рейдерстве помещения Федерации профспілок Украины. Я уверен, что мы добьемся позитивного результата. Если суд будет слушать непростых людей, мы будем выходить на акции протеста по всей краине. Новый поставщик газа с темным прошлым. Одесский припортовый завод снова отдал предпочтение фирме сомнительной репутации. Предыдущая компания нанесла ущерб предприятию на полмиллиарда гривен. Чем обернется для завода эта махинация? Почему в тендере побеждают никому неизвестные фирмы? Об этом в нашем расследовании. Третье возрождение одесского припортового завода. Нерентабельный флагман химпромышленности Украины снова вляпался в неприятности. Итог недавнего конкурса на довальческую переработку газа на мощностях предприятия на своей странице в фейсбуке обнародовал замдиректора ОПЗ Николай Щуриков. Поставщик с которым подписали контракт некая фирма Либерти Газ. Никому неизвестное предприятие легко обошло известные украинские и зарубежные фирмы. На заводе объясняют в первую очередь ориентировались на предложенную цену. Она победила за счет более высокой цены которую она нам предложила за переработку природного газа в аммиаке карбамид. Договор подписан. Сейчас очень важный вопрос начать работу. Либерти Газ компания основана в 1994 году и активно работает на газовом рынке Украины и даже зарубежья. Такая информация опубликована на официальном сайте фирмы. По факту из открытых реестров Министерства юстиции видно, что компания не имеет опыта работы на рынке ресурсов. Более того, зарегистрировали ее в сентябре 2015-го, но не в начале 90-х. Уставной капитал 200 тысяч гривен. В начале этого года в фирме был зарегистрирован только один работник. После регистрации компания два года простаивала и не занималась никакой деятельностью. Руководитель якобы киевлянка Наталья Душейко. Но фактически, скорее всего, бенефициаром остался Виталий Делик. Его вторая компания Энергетический Альянс Амэтон в прошлом году засветилась в скандале вокруг Киевгаза по делу о растрате 500 миллионов гривен. Заключив контракт, фирму ликвидировали, а поставок газа не было. Руководство ОПЗ открыто подтверждает, о рисках знали. В одном из комментариев в соцсети Щуриков заявил, понимает, что компанию перекупили специально для подобных махинаций. В таком случае менеджеры должны были разорвать контракт с поставщиком. Но этого не произошло. Насколько мне известно, из официальных сообщений тех же менеджеров, топ-менеджеров завода у них были вопросы к его прозрачности этого поставщика и к возможности реализовать, выполнять свои взятые на себя обязательства по поставкам газа. Подобная коррупционная схема вывода денег с завода существует уже несколько лет, утверждают эксперты. Предыдущий скандальный опыт контракт с компанией Довальца ВЭК. В результате непрофессиональной деятельности фирмы госкомпания Укртрансгаз в размере более 500 миллионов гривен. Нынешний контракт с Либертигаз полностью копирует договор с предыдущей компанией. Эксперты утверждают, очередная коррупционная прокладка не способна обеспечить поставки газа, так как не имеет никаких ресурсов. Условия контракта фирмы выполнять не будет. Более того, такие компании через тендеры специально проводят на заводы для внедрения коррупционных схем. А это означает, утверждают эксперты, что на завод завели очередную фирму-прокладку для вывода близких до влади, до разных кіл групп заработать на ОПЗ. Что это означает? Это означает, что эта компания скорее всего в певный час будет поставить газ, потом отримает как в якости довольницей схемы отримает аммиак и карбамид, продает его на рынок, отримает, заработает гроши, а то же, например, газ ОПЗ не может оплатить, потому что не отримает кошти от этой компании. Дуже высокая уверенность. И вот такие риски мы видим. Мы это видим уже, повторюсь, четвертый рейк фактически. Такие коррупционные схемы загоняют завод в долги, что не дает возможности провести приватизацию предприятия, уверены эксперты. Одесский припорт неоднократно выставлялся на приватизацию и до 2013 года и после. Однако все вот эти негативные явления, плюс долги, которые накопило предприятие, по сути мешают его продаже. Отдельные покупатели, вот я был свидетелем подобного рода предложений, говорят, давайте мы завод купим, но без долгов. А кто заплатит эти долги поставщику газа? Непонятно кто, государство, так это уголовное дело. Впрочем, контракт с Liberty Gas ОПЗ подписал уже практически месяц назад. Топ-менеджеры заявили, что это новое возрождение завода, но по факту газ до сих пор фирма-прокладка не начала поставлять на предприятие. Тем временем в фонде госимущества, который руководит ОПЗ, комментировать ситуацию с сомнительным тендером Liberty Gas отказались. Реакции нет со стороны генпрокуратуры. Мы отправили запрос в ГПУ с просьбой проверить прозрачность и законность заключенного тендера и будем следить за развитием событий. Оксана Григорьева, Леонид Аборин, подробности, телеканал Интер. Там же в Одессе разгорается скандал вокруг цирка. Как оказалось, зрителей там развлекают животные, занесенные в Красную книгу в цирк с проверкой нагрянула экоинспекция. А что из этого вышло? Видео Андрея Анастасова. Обезьяны, акробаты и медведи на гироскутерах. Уже полтора месяца в Одесском цирке гастролируют белорусские артисты со своими питомцами. Всё это время зоозащитники пытаются доказать, что это незаконно. Ещё с прошлого года в Украине нельзя использовать передвижные зверинцы, а бурых медведей как краснокнижных животных вообще запрещено выводить на арену. У этих медведей нет постоянного места к лесожительству. Они переезжают с места на место. В жарких вагончиках их тащат с одного места на другое. Активисты обратились в экологическую инспекцию, чтобы её сотрудники обязали цирк прекратить представление, а медведя отправили в реабилитационный центр. Статья 90 Административного кодекса Украины гласит о том, что если используется краснокнижное животное в каких-то целях, то она предусматривает конфискацию данных животных. В ходе проверки сотрудники цирка показывают помещение с четырьмя медведями. Активисты тут же заявляют о нарушениях. Нет нормальной вентиляции, температурный режим не соблюдается, а клетки слишком тесные. Норма по законодательству Украины 30 квадратных метров на одно животное. Озвучил дрессировщик, что здесь клетка 3 на 3. Но ещё больше меня возмущает то, что представитель государственного цирка способствует тому, чтобы в Украине нарушались законы Украины. В цирке, говорят, готовы заплатить штраф, но прекращать выступления не собираются. Дескать, контракт с белорусами подписывали киевские коллеги. Вот пусть и разбираются. Есть договор между цирковой компанией Украины и белорусским цирком. Они у нас арендуют помещение, поэтому не нам решать их все вопросы. Виновным себя не считает и дрессировщик из Беларуси. Он задаётся вопросом, если в Украине таких животных запрещено использовать в шоу, почему его вовремя не остановили? Если бы ваш закон работал, я бы сюда не заехал бы. Меня пропустила граница. Одна граница пропустила, меня пропустила вторая граница. Проверять цирк экоинспекторы будут до пятницы и уже тогда сообщат, что намерены делать дальше. А пока ограничились кратким заявлением, что нарушения действительно есть. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин, подробности, телеканал Интер, Одесса. Помоги себе сам. Вчера мы рассказывали, что в этом году государство прекратило финансировать пересадку органов за границей и украинцы вынуждены самостоятельно искать деньги на дорогостоящие лечения. Среди них 17-летний Даниил, на чью помощь рассчитывать парню с тяжелым заболеванием крови, узнавала Лариса Зубенко. В своей здоровой жизни, так Даниил называет время до попадания в больницу, он учился в техникуме, занимался кикбоксингом и рисовал. Диагноз, поставленный в мае этого года, разделил жизнь подростка и его родных на до и после. Я попал сюда с неожиданным поворотом. Так получилось, что костный мозг дал отбой небольшой, как бы, временный. Сейчас есть у нас и шансы, есть у нас все, у нас есть и лекарства. Спасибо, большое, огромное спасибо фонду таблеточек, которая у нас нам помогла с очень дорогостоящим препаратом, докогеном. Лекарство необходимо парню, чтобы его заболевание не переросло в лейкемию, иначе говоря, рак крови. Стоимость докогена не посильна для родителей Дани. Они живут в прифронтовом северодонецке, доход у семьи небольшой. За помощью мама парня обратилась в фонд таблеточки. Он не зарегистрирован в Украине, его невозможно купить в украинских аптеках, поэтому он доставался за рубежом 15 ампул, 10 ампул уже было введено, 5 начнут введение с этого понедельника, общая стоимость 15 ампул больше 21 тысячи евро. Узнав о диагнозе, родители хотели сами стать донорами костного мозга, но по медицинским показаниям они не подходят, поэтому неродственного донора ищут уже за границей, там и проведут дорогостоящую трансплантацию. Была выбрана клиника в городе Быдгощ, Польша, там трансплантация стоит 111 тысяч евро, включая поиск донора. Данил настроен оптимистично, верит в свое выздоровление, но при воспоминании родных, которые остались далеко, в прифронтовой зоне не может сдержать слез. Скучаюсь больше всего по своим родителям, по своим родителям, когда они там находятся, я нахожусь здесь. Конечно, трудно все перегоносить, поэтому как-то так. Семья обращалась к волонтерам, стала в очередь за помощью от государства, но реальную поддержку предоставил только фонд таблеточки. Помочь парню можно, отправив смс текстом Даниил на номер 88100. Сообщение стоит 5 гривен. Услуга доступна для всех мобильных операторов, кроме контрактных номеров. Даниил ждет каждого сообщения, ведь это его единственный шанс выжить. Лариса Зубенко, Алексей Шматов, подробности телеканал Интер. Немцы примут 50 беженцев в судно Акварис, которое уже несколько дней находится в Средиземном море. Корабль впустит в свой порт Мальта, а спасенных людей отправят в 5 стран. Германию, Люксембург, Испанию, Португалию и Францию. Тем временем в Германии предлагают усовершенствовать миграционное законодательство и дать шанс беженцам, которые проявили успехи в интеграции. Татьяна Логунова продолжит. Чартер в один конец из Мюнхена в Кабул. Сегодня утром на этом лайнере депортировали 46 афганцев, которым было отказано в убежище в Германии. Как и в других подобных случаях, предпосылка для высылки одна. Недостаточно оснований для получения статуса беженца. Но немецкие политики предлагают немного поменять процедуру и рассматривать каждый случай индивидуально. Оставлять или депортировать это решение должно зависеть от уровня интеграции каждого конкретного человека. Например, если беженец сносно знает немецкий, прошел в Германии профобучение и может обеспечить себя работой, его нужно оставлять, даже если формально нет никаких оснований. Это новая идея немецких политиков, которую сейчас активно обсуждают в официальном Берлине. Сторонники этого предложения представители партии, которые входят в правящую коалицию. Их аргумент логичен. Государство тратит деньги на языковые курсы для беженцев, отправляет их на профкурсы, а потом отсылает назад. И это при том, что в стране масса вакансий в ресторанах, пекарнях, на стройках. Недовольные представители малого и среднего бизнеса, многие прислушались к призыву политиков и взяли беженцев на работу, а теперь теряют кадры. Это нововведение политики предлагают закрепить в новом миграционном законе, который Бундестаг рассмотрит осенью. Получится или нет, пока вопрос у идеи немало и противников, которые опасаются, что подобная поправка станет сигналом для беженцев и ехать в Германию несмотря ни на что. Татьяна Лугунова, Геннадий Аникеенко, подробности немецкое, бюро телеканала Интер. Появится ли в Америке 14-летний губернатор, в какой ситуации надеть платье для мужчины не зазорно и на чьей улице перевернулся грузовик с бренди. Об этом и не только далее в нашем обзоре. Бесплатный мобильный интернет на день. На Кубе в тестовом режиме такую услугу ввела государственная компания, которая уже в ближайшем будущем запустит интернет по всей стране. За 8 часов услугой воспользовались 5 миллионов человек. На Кубе работают сотни точек вай-фая, однако дома у местных жителей интернета практически нет. На пост губернатора американского штата Вермонт баллотируется 14-летний Итан Соннеборн. По его словам, молодое поколение способно лучше управлять страной, а опытные политики думают не о безбирателях, а о корпорациях. В случае победы Соннеборн собирается бросить школу. В Вермонте нет возрастных ограничений для губернатора. Выборы состоятся 6 ноября этого года. Отец-одиночка из Таиланда пришел в школу в платье. Все для того, чтобы двое его сыновей смогли присутствовать на праздновании Дня матери. На нем они в знак благодарности должны были своими матерями. Жена Чатчая Панутхая после развода уехала в Европу. И отец не хотел, чтобы его дети чувствовали себя обделенными. Перепутал педали газа и тормоза и протаранил стеклянные двери автосалона. Все произошло во время тестирования машины в китайской провинции Гуанчжоу. Это видео с камер наблюдения автосалона. Водитель отделался царапинами, ремонт автомобиля покроет страховка. А вот за разбитые двери мужчине придется заплатить. В британском Бирмингеме мужчина сбросил телевизор на любовника своей бывшей. А после убийства плясал от радости. После этого Гевинг Эсей принял наркотики, залез на башню и угрожал полиции сброситься с нее. Мужчину арестовали. Если его вину докажут, ему грозит минимум 20 лет тюрьмы. Десятки водителей и прохожих набросились на сотни ящиков бренди, выпавших из кузова грузовика после аварии. В филиппинской провинции Кесан грузовик с алкоголем не увернулся от встречного фургона и перевернулся сам. Инцидент парализовал движение транспорта, а люди пытались найти уцелелые бутылки бренди. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности в прямом эфире увидимся уже завтра. И желаю вам хорошего вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин